Сериал Эмили в Париже В сериале Эмили в Париже показана просторная квартира, что далеко от реальности. Найти мансарду с видом на Эйфелеву башню – невероятная удача. Парижский рынок жилья отличается высокой конкуренцией. Часто нужно разбираться в сложной французской бюрократии. Жилье с удобствами требует солидного бюджета. Многие экспаты живут в небольших студиях или квартирах на несколько человек. Такое жилье предлагает более аутентичный опыт парижской жизни. Эмили в Париже изображает стремительный мир маркетинга, где трудолюбие и знания социальных сетей быстро делают Эмили звездой. Хотя сериал и затрагивает некоторые культурные различия, он часто упрощает реалии работы во французской компании. Французская рабочая культура делает сильный акцент на балансе между работой и личной жизнью. Работники имеют право на пять недель оплачиваемого отпуска в год и в целом ожидается, что они не будут работать вне офиса. Это может стать серьезной корректировкой для экспатов, привыкших к культуре постоянной работы. Совещания во Франции, как правило, носят более формальный и иерархический характер, а решения часто принимаются на самом верху. Чрезвычайно важно выстраивать отношения с коллегами, и общение вне работы, например, совместные долгие обеды, является обычной практикой. И хотя энтузиазм и свежие идеи Эмили могут быть оценены по достоинству, для достижения успеха крайне важно ориентироваться в нюансах этикета французского рабочего места. В то время как ограниченные знания французского языка у Эмили поначалу дают почву для комических моментов в сериале, реальность жизни в Париже с минимальным знанием языка может быть гораздо более сложной. Хотя многие парижане, особенно работающие в туристической сфере, говорят по-английски, полагаться исключительно на английский может быть ограничивающим и даже изолирующим. Усилия по изучению французского языка и общению на нем – это не только практично, но и является признаком уважения к местной культуре. Это открывает двери к более глубоким связкам, позволяет лучше понять французское общество и улучшает общее впечатление от жизни в Париже. Хотя для достижения беглости требуется время и усилия, даже базовый разговорный французский может иметь большое значение для обогащения повседневного общения. От заказа круассана в булочной до общения с коллегами владение французским языком является неотъемлемой частью настоящей интеграции в парижскую жизнь. Раздел 5. Эмили в любви против настоящей романтики в поисках вашей парижской связи. Эмили в Париже изображает водоворот романтических встреч для своей героини, у ног которой падают красивые шеф-повара и очаровательные соседи. Хотя Париж, несомненно, романтичный город, реальность свиданий в нем часто более тонка и менее похожа на сказку. Французская культура свиданий более традиционна, с акцентом на ухаживание и медленное узнавание друг друга. Прямой подход к человеку, как это часто делает Эмили, может быть не так хорошо воспринят в реальной жизни. Формирование отношений естественным путем через общие интересы или круг общения часто является предпочтительным. Кроме того, языковой барьер может стать серьезным препятствием на пути к установлению романтических отношений. В то время, как взаимная симпатия может вызвать первоначальный интерес, для более глубоких разговоров и эмоциональной близости требуется определенный уровень языковой совместимости. Раздел 6. За пределами Эйфелевой башни, открывая для себя настоящий Париж. Эмили в Париже демонстрирует знаковые достопримечательности, но это приукрашенный взгляд на город. Истинная сущность города кроется в его потайных уголках и повседневных ритмах. Откройте для себя очарование местных рынков и уютных кафе. Исследуйте разнообразные районы, каждый со своим характером. Истинная красота Парижа кроется в его повседневных деталях. Раздел 7. Цена очарования. Стоимость жизни в городе огней. Хотя в Эмили в Париже вскользь упоминается о стоимости дизайнерской одежды и роскошных ужинов, сериал не передает в полной мере реалий стоимости жизни в одном из самых дорогих городов мира. От арендной платы и коммунальных услуг до продуктов питания и транспорта в Париже расходы могут быстро возрасти. Посещение ресторанов, являясь восхитительной частью парижской жизни, может нанести серьезный ущерб вашему бюджету. Особенно, если вы часто бываете в высококлассных ресторанах, подобных тем, которые часто показывают в сериале. Точно так же и шоппинг в дизайнерских бутиках требует значительных финансовых затрат. Однако есть способы наслаждаться Парижем и с ограниченным бюджетом. Воспользуйтесь многочисленными бесплатными достопримечательностями города, изучите недорогие варианты питания, такие как местные бестро и рестораны этнической кухни. Ищите скидки на культурные мероприятия. Обладение искусством составления бюджета и поиск способов растянуть свои евро позволят вам в полной мере насладиться парижским стилем жизни, не разорившись. Раздел 8. От фопа к savoir faire. Культурные различия и как к ним адаптироваться. В «Эмили» в Париже столкновение культур часто используется для создания комического эффекта. Понимание культурных различий и адаптация к ним имеют решающее значение для успешной жизни в Париже. Французская культура придает большое значение вежливости и формальности. Приветствие обычно включает рукопожатие или лабисе. Манеры за столом также важны, существуют особые правила. Изучение французского этикета помогает избежать фопа и демонстрирует уважение к местной культуре. Раздел 9. Заключение. Принять реальность парижской мечты. Хотя «Эмили» в Париже и предлагает визуально захватывающее и интересное бегство от реальности, важно помнить, что это вымышленное изображение жизни экспатов. Реальность жизни в Париже гораздо более многогранна со своими трудностями и наградами. От ориентирования на конкурентном рынке, жилья и адаптации к французской рабочей культуре до изучения языка и понимания социальных обычаев, построение жизни в Париже требует терпения, способности адаптироваться и готовности выйти из зоны комфорта. Путешествие не всегда может быть гламурным или легким, но награды неизмеримы, шанс погрузиться в богатую культуру, ощутить другой ритм жизни и создать незабываемые воспоминания в одном из самых пленительных городов мира. Поэтому, если вы подумываете о переезде в Париж, примите это приключение с распростертыми объятиями, готовностью учиться и щепоткой Парижской области.